Я действительно не собираюсь давать никаких оценок, было бы, наверное, не скромно с моей стороны. Если говорить о нашей совместной конкретной работе, то, в принципе, Александр Николаевич практически все направления перечислил, и достаточно было бы, может быть, даже сказать, что вот так и будем делать, как было сейчас сказано. По этим направлениям мы будем работать совместно. Но, тем не менее, всё-таки по некоторым ключевым моментам, считаю, нужно пройтись. И вот только что, как раз почти этим Александр Николаевич закончил, он говорил о профессиональных квалификациях, о стандартах, в том числе стандартах образовательных, которые тесно связаны с первой позицией. И в этой связи хотел бы отметить роль РСПП в создании новой системы вот этих профессиональных квалификаций в рамках возглавляемого как раз Александром Николаевичем соответствующего Национального совета. С участием предпринимательского сообщества уже утверждено более 400 профессиональных стандартов. Подготовлен законопроект об обязательном применении работодателями профстандартов, а также о формировании на их основе государственных образовательных стандартов. Хотел бы поблагодарить, Александр Николаевич, вас и всех коллег, которые этим занимались, за вот эту проделанную работу. Мы много в предыдущие годы об этом говорили, говорили, насколько это важно, но помним, как в какой-то момент почему-то эта совместная работа забуксовала, и вот сейчас она, в общем и целом, двигается нужными темпами. Рассчитываю, что в текущем году будет сделан ещё один серьёзный шаг. Создана нормативная база для независимой оценки профессиональных квалификаций. Важным направлением нашей работы стало участие в подготовке национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. И, кстати, этот проект был запущен как раз год назад, тоже, по-моему, на съезде Роспп. В прошлом году проведено исследование в пилотных регионах. В настоящий момент ведётся опрос предпринимателей уже по всей России. По итогам будет составлен первый общенациональный рейтинг. И хотел бы ещё раз подчеркнуть, его задача прежде всего – обобщить лучший опыт создания благоприятного инвест-климата и распространить этот опыт в других субъектах Российской Федерации. Поэтому запущена специальная программа подготовки региональных управленческих команд. Это не просто обучение эффективным практикам, это формирование нового, современного подхода к работе с инвесторами. Так, как это, и вы знаете об этом не хуже меня, делается уже в некоторых субъектах России для создания комфортного делового климата, комфортной деловой среды. И я прошу РСПП, другие деловые объединения и дальше принимать самое активное участие в работе над национальным рейтингом инвест-климата, контролировать реализацию шагов по улучшению бизнес-среды. Уважаемые коллеги, преодолеть неблагоприятную экономическую конъюнктуру, о которой здесь тоже было сказано, выйти на устойчивую траекторию роста можно только через партнёрство государства и бизнеса. Конечно, без доверия здесь невозможно. Через общее понимание стратегических задач страны и учёта взаимных интересов. В плане по стабилизации экономики предусмотрен целый набор мер содействия бизнесу, как крупному, так и среднему, так и малому. В рамках федерального бюджета, как вы знаете, создан специальный антикризисный фонд. Его объём после принятия поправок в бюджет на текущий год составит почти 234 миллиарда рублей. Средства антикризисного фонда предполагается направить прежде всего на поддержку системообразующих предприятий, на реализацию дополнительных мер по стимулированию отраслей экономики малого и среднего предпринимательства и рынка труда. Ну, собственно говоря, вот Александр Николаевич сейчас об этом только что и сказал. А мы перед тем, как войти вот в этот зал, тоже успели обменяться несколькими соображениями. И я спросил Александра Николаевича, как он оценивает ситуацию. И действительно, пока и ключевая ставка ещё достаточно высокая, пока не создано дополнительных фундаментальных условий для того, чтобы мы чувствовали себя уверенно. Конечно, вот эта адресная поддержка, она крайне важна. Важна только, и я здесь с Александром Николаевичем согласен в ходе нашего короткого обмена мнениями в том, что правительство должно наладить вот эту практическую работу под принятию решений и подведению соответствующих средств до тех самых предприятий, о которых я только что сказал. Убеждён, надо последовательно и решительно развязывать системные вопросы в экономике и в социальной сфере, чтобы обеспечить новое качество и динамику нашего развития, чтобы раскрыть потенциал регионов. Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поручено разработать механизмы повышения эффективности экономики. И я просил бы РСПП, другие предпринимательские объединения подключиться к работе комиссии и вносить свои предложения. Знаю, что предпринимательское сообщество готовит дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также компаний, активно инвестирующих в предприятия, создаваемых с нуля. Обсудим эти и другие инициативы на ближайшем заседании Государственного совета и его президиума. И хотелось бы тоже получить, конечно, ваши соображения и предложения по этому вопросу. Добавлю, что на Дальнем Востоке уже начато формирование территорий, опережающих развитие, где инвесторы получат особые льготы по налогам, по подключению к инфраструктуре и так далее. И вновь хотел бы повторить, дальнейшее расширение свободы для бизнеса – лучший ответ на все внешние вызовы и ограничения. Поэтому мы, безусловно, будем продолжать создавать максимально благоприятные условия для всех, кто готов инвестировать в отечественную экономику и промышленность, в разработку технологий, в современные рабочие места. В этой связи хотел бы сказать о принимаемых решениях в отношении компаний, граждан, которые хотят легализовать свои капиталы и активы, в том числе вернуть их из офшорных юрисдикций. Тоже об этом Александр Николаевич сейчас говорил. Вступил в силу закон о контролируемых иностранных компаниях. Он обязывает собственников раскрывать информацию о своих зарубежных активах и сделать это в текущем году до 1 апреля. Очевидно, что многие из тех, кто хотел бы выполнить требования закона, по самым разным причинам не успевают это сделать в установленные сроки. И поэтому я согласен с теми, кто считает, что необходимо продлить время подачи уведомлений об участии в иностранных организациях. На какой срок – это отдельная тема. Но в этой связи не могу не согласиться с тем, что нужно, конечно, синхронизировать этот процесс с принятием и вступлением в силу закона об амнистии капитала. В этой связи хотел бы вот вам что сказать, уважаемые коллеги. Я уже много раз говорил на эту тему. Кто-то услышал, кто-то – нет. Еще раз хочу сказать, ситуация такая, и вот там поступает, я бы сказал, несколько тревожная информация из некоторых стран, что у нас складывается впечатление, что могут быть предприняты попытки воспрепятствовать возврату капиталов в Россию. А это может быть связано с ограничениями использования этих капиталов, которые находятся на странах юрисдикции. Просто имейте это в виду. И, конечно, каждый из вас должен сам принять такое решение. Наша задача, я много раз правительству об этом сказал, Центральному банку, всей правоохранительной системе уже тысячу раз сказано. И хочу вас заверить в том, что мы будем делать всё для того, чтобы никто не тактовал закон так, как выгодно, в том числе и правоохранительная сфера. Значит, средства перевели, задачу решили, никто не должен туда лезть и выковыривать там чего-то, чего не положено в рамках закона. Это первое. И второе, вот это действие должно быть максимально необременительным с экономической точки зрения. Ну а там дальше вам решать. Но опасность такая, возможность заблокировать переводы, в том числе в российскую юрисдикцию, она существует. Механизмы должны быть понятными, простыми, о которых я говорю, и соответствовать, конечно, требованиям ФАТФ. Это тоже вопрос очень важный, потому что всё, что связано с амнистиями подобного рода, они находятся под контролем ФАТФ, и они должны быть абсолютно легальными и понятными с международной правовой точки зрения, чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений в том, что всё, что происходит в России, полностью соответствует и международному законодательству, и международной практике, в том числе с точки зрения недопущения отмыва капиталов, полученных незаконным путём. Уважаемые друзья, чтобы страна уверенно развивалась, чтобы у миллионов людей была хорошая работа, жизненная перспектива, ответственный бизнес должен, конечно, постоянно стремиться к лидерству, ставить перед собой амбициозные задачи, уверен, что необходимый потенциал для этого у нас есть, и на поддержку государства вы, конечно, всегда можете рассчитывать. Разумеется, вот эти инструменты поддержки, они должны вырабатываться, исходя из реалий сегодняшнего дня, и, конечно, мы будем, так как сложилась практика за последние лет 10, как минимум, мы будем это делать вместе с вами. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ